Разнообразие растительных тканей. Первое, о чем мы с вами должны будем поговорить, это то, что же такое ткань. Существует несколько определений. Одно из них я взяла, по-моему, из какого-то школьного учебника, а второе я взяла из учебника моей любимой и многоуважаемой заслуженного профессора в ГУ Людмилы Ивановны Лотовой из ее дневного учебника. Итак, первый вариант, что ткань – это устойчивый комплекс клеток, обладающих одним или несколькими сходными признаками, физиологическими, морфологическими, телографическими и общностью происхождения. Догадайтесь, откуда это определение называется. Естественно, это определение из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Ну и следующее наше с вами определение – это то, что ткань – это группа клеток, имеющих общее строение, одинаковое происхождение и выполняющие сходные функции. Догадайтесь, откуда это определение. Конечно, из школьного учебника. В принципе, оба определения очень похожи. Просто одно написано более сложными словами и, на самом деле, имеет такой больший спектр охвата. Итак, какие же ткани бывают? Давайте поговорим с вами по классификации тканей. Итак, ткани бывают простые и ткани бывают сложные. Кто такие простые ткани? Здесь довольно очевидно. Простые ткани, они состоят из одинакового типа клеток. То есть это, ну, например, это какой-нибудь ткани эндосперма или это какой-нибудь, ну, например, кто там, коленхима какая-нибудь. Кстати, механические ткани часто бывают простыми. Но бывает и другая история клетки, которые называются идиобласты. Это клетки, которые очень специфически выглядят и они выполняют определенные специфические функции, но расположены поодиночке в мастиве отличных таких клеток. Вот иногда, вы помните, да, и мы это с вами тоже будем сейчас обсуждать, что склеринхима – это не всегда прям ткань, ткань, ткань. Склеринхима может быть представлена одиночными клетками идиобластами, в частности, склеридами. Вот тогда они будут называться идиобласт. Или, например, у вас есть, не знаю, паренхима. И вот в паренхиме у вас есть клетка, которая решила стать, накопить какой-нибудь там кремензиом или еще что-нибудь. Диобласт – это, конечно, идиобласт. Сказать, что это прям сложная ткань, потому что она состоит из разного типа клеток – не совсем корректно. Потому что конкретная клетка выполняет, вот она решила, что она будет там что-то там сединокапливать. Ну, и другой вариант ткани – это сложные ткани, которые различаются по тому, какие клетки их наполняют. При этом очень часто все вместе эти клетки выполняют одну функцию, но по отдельности, например, вот эти клетки будут выполнять. Ну, например, если возьмем ксилем, да, там есть клетки, которые выполняют функцию непосредственно проведения, есть клетки, которые выполняют функцию обеспечения тех клеток, которые выполняют проведение питательных веществ, есть те, кто накапливают и так далее. Каждая конкретная клетка несет свою конкретную функцию, но в целом ткань несет функцию проведения веществ. Вот. Какие клетки, в общем, различия клеток в ткани, как они различаются непосредственно внутри ткани, как они могут отличаться? Ну, во-первых, они могут отличаться по тому, как они делятся, то есть деление. Ну и, конечно же, они могут отличаться по форме. Итак, если мы говорим про тип деления, то есть антиклинальные деления и переклинальные деления. А теперь вспоминай, что у растительных клеток есть особый способ деления. Ну, в смысле, он не особый способ, единственный способ. Но он отличный от того, как делятся животные клетки. У растений есть фрагмопласт. И мы помним, что результатом фрагмопласта, то, во что перерождается фрагмопласт, это серединная пластинка. И эта серединная пластинка может располагаться параллельно, соответственно, с самым длинным стенкам или перпендикулярно им. И тут возникают вот эти два слова – антиклинальный и переклинальный. Переклинально – это параллельно чему-то. Антиклинально – это, соответственно, наоборот. А дальше мы выбираем, а параллельно или перпендикулярно чему? Поверхности органа или центральной оси органа. Поэтому, когда вы встречаете вот эти два слова в тексте, вы должны понимать, а параллельно или перпендикулярно относительно чего? Если в тексте это не указано, ну, это вообще-то некорректно. Всегда, если вы читаете ботанические учебники или какие-то ботанические литературы, там написано, ну, деление переклинальной поверхности органов. Ага, вы примерно начинаете представлять, что значит, куда там параллельно, куда перпендикулярно. Поэтому это очень важно. Ну, и следующее, конечно же, различие – это форма клеток. Есть паранхимные и прозенхимные клетки. То есть тоже, казалось бы, простые слова, но ничего страшного. В смысле, визуально они, кажется, сложные, но на самом деле, по сути, простые. Паранхимные клетки чаще всего округлой формы. По-другому паранхимные клетки называют изотиометрическими. Ну, то есть это такие шарики, может быть, немножечко угловатые шарики, но в любом случае такая более-менее шаровидная форма. А вот паранхимные клетки – это наоборот. Это когда углы более-менее ярко выражены. Это может быть треугольные формы, четырехугольные, пятиугольные, сколькиугольные. Но в любом случае это стремление не к шарообразной форме, это стремление к более такой квадратной форме, вытянутые, продолговатые, неважно какие, но явно такие, с большим количеством ярко выраженных углов. Вот, например, покровные ткани демонстрируют характерную, прозентированную форму клеток. Ну, а теперь давайте обсудим, какие же классификации ткани бывают по функции. Там мы с вами обсудили по тому, из каких клеток состоят функции, там простые и сложные классификации. А здесь классификация по функциям. И вот тут начинаются проблемы. Потому что в зависимости от того, какие учебники мы читаем, в зависимости от того, какие классификации автор ты ввел, под разными названиями могут пониматься немножко разный набор тканей. Это классификация, которую я вычтепила из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Ну и, собственно, в наших учебниках, которые были написаны для Московского университета, чаще всего такая классификация используется. Глобально ткани делятся на две группы. Это образовательные ткани и те ткани, которые из них образуются. Они называются постоянные ткани. Среди постоянных тканей вычленяют покровные, механические, абсорбционные, символизационные, проводящие, запасающие, проветривающие, удивительные. В общем, куча всяких праздников. Это довольно сложно, и это прям совсем-совсем по-ботанической. Мы же с вами будем скорее стремиться к школьной классификации, которую я достала из школьных учебников для седьмого класса, что есть образовательные, попробованные, проводящие основные, механические, запасающие ткани. Мы с вами сделаем что-то типа микса, что-то среднее между всем этим делом. Итак, начнем с вами. Начнем мы с того, из чего все образуется. Мы с вами поговорим про образовательные рестемы. Но прежде чем к ним перейти, я хочу посмотреть на те вопросы, которые вы... Можете, пожалуйста, рисовать что-нибудь на слайде, чтобы было нагляднее. Рисовать? Я попробую рисовать. Да. А как вы снижаете в беседе биологов и глядников? Не знаю. Спрашивайте сами. Я периодически буду переключаться между презентацией и вопросами в чате, поэтому я сначала там буду читать какое-то количество времени, а потом буду обращаться к вашим вопросам. По поводу рисовать на слайде я попробую. Просто я забыла себе графический плачат сегодня, потому что я на работе. Вот. Не волнуйтесь, я попытаюсь водить мышкой. Ну, в общем, попробую рисовать. Итак, еще раз. Наша система такова. Я читаю какое-то количество времени, останавливаюсь, потом читаю ваши вопросы. Накидывайте вопросы, если у вас есть, я обязательно на них отвечу. Итак, образовательные ткани или по-другому, они называются меристемы. Очень красивое слово, и не знаю почему, оно мне очень-очень нравится. Меристемы. Итак, меристемы дают начало всем-всем тканям. Все гистологическое разнообразие в растении происходит за счет работы меристемы. Тех или иных. Меристемы, меристематические клетки – это особый тип клеток. Они всегда тонкостенные, они долго сохраняют способность к делению. И вот эти вот супер-супер меристематические в истинном понимании клетки называются инициалями. Я, конечно, по-моему, здесь не давала вам строение меристема, потому что меристема, особенно побеговая пекальная меристема, у нее есть особое зонирование. Не все клетки меристемы одинаковые, они отличаются, но есть вот супер-истинные меристематические клетки. И вот они называются инициалями. И, собственно, как делятся эти инициали – антикринально, перекринально, в каком направлении, в двухмерном, в трехмерном – от этого зависит то, как будет выглядеть растение. Потому что, как вы понимаете, не все растительные организмы, существующие на нашей планете, могут сделать 3D-систему. Не все могут сделать трехмерный какой-то объемчик. Ну, что еще характерно для меристематических клеток – это крупное ядро, мелкие вакуоли. То есть это максимальное отсутствие функциональных органелл. Даже если они есть, они работают по минимуму. Меристематические клетки сами себя не обеспечивают. Они фактически питаются гетеротрофно. Они должны получать питание откуда-то. Потому что если бы они еще сами себя обеспечивали, то, простите, не были бы образовательными. Итак, какие же бывают меристемы? Есть несколько классификаций. Все мы их с вами обсудим, потому что иногда я буду употреблять разные слова. И вы должны понимать, что это значит. Итак, первый вариант – это то, какой рост обеспечивает меристема. Первый вариант – это апекальные меристемы. Апекс – это верхушка. По-другому это верхушечные меристемы. Как вы понимаете, это та меристема, которая обеспечивает рост вверх, нарастание в длину. Другой вариант – это латеральные меристемы или бытовые меристемы, которые обеспечивают рост вширь. Да, ты можешь быть длинным-длинным, Но если тоненький, то плохо тебе будет. Надо быть длинным и толстым, чтобы иметь механическую прочность. Ну, еще бывает, моя любимая штучка, интерколярные нерестемы. Но корректнее нам с вами говорить зоны интерколярного роста. Почему? Потому что если в нерестематическом пуле клеток присутствует достаточное количество полудифференцированных сестер, полудифференцированных клеток, это уже некорректно говорить, что это нерестема. Это зона интерколярного роста. Это не совсем нерестема, потому что там слишком большой пул полудифференцированных клеток. Где встречается зона интерколярного роста? Это междоузли, это черешки и это края листовых пластинок. То, на что будут воздействовать гибереллины. Гибереллины будут очень активно воздействовать на зону интерколярного роста. Ну, это информация, так, для старших классов. Итак, апекальные мерестемы. Кто они такие? Как они возникают? Зачем они нужны? И что из них образуется? Итак, апекальные мерестемы. Представьте себе, вот тут надо будет... Сейчас я попробую нарисовать что-нибудь. Сразу скажу, буду рисовать мышкой, поэтому, пожалуйста, не судите строго. Итак, вот у нас есть мерестема. В мерестеме, в побеговой апекальной мерестеме, выделяют две зоны. Еще раз прошу прощения за моих художеств. Самая наружная зона, которую я пытаюсь зарисовать на глубину, называется периферическая зона. В периферической зоне и возникают органы. На поверхности периферической зоны будут, соответственно, возникать примордии. Что такое примордии? Это очень красивое слово. Примордии – это будущий орган. Некий будущий орган. Ну, чаще всего, конечно, это импулопис. Примордии располагаются на определенном расстоянии друг от друга, и вот вам филотаксис в действии. Все шикарно. Но периферическая зона, которую я закрасила голубой, там находятся клетки в таком частично дифференцированном состоянии. Истинные же мерестематические клетки находятся в так называемом организационном центре. Вот у нас желтенький организационный центр. Там находятся супернедифференцированные клетки. Вот они – истинные инициалии. Они – истинные мерестематические клетки. Все, что находится под ними, называется корпусом. Вот это вот все голубое – это туника, здесь – это корпус. Но там есть разные классификации, неважно, к чему я вам все это рассказываю. А к тому, что когда… И все это – апикальная мерестема. Но, как вы видите, в апикальной мерестеме есть как бы некие слои. И что у нас получается? Что на самом-то деле у нас несколько слоев. Самый наружный слой – это протодерма. Вот она вот здесь у нас с вами будет, это вот протодерма. Протодерма, как вы понимаете, не до дерма, не до кожи, ну то есть не до эпидермис. Протодерма будет давать начало первичным покровным тканям. Это то, что у нас будет находиться с самой наружи. Извините за мой русский язык. У нас будет здесь дальше вот то, что вниз пойдет. Потому что вот это все настоящие истинные мерестема. А дальше будут уже вычленяться эти протодермы. Протодерма. Дальше. Кто еще? Наслоиваться, пардон. Прокамбий. Прокамбий будет у нас находиться по центру. Почему? Потому что прокамбий будет давать начало первичным проводящим тканям. Первичная эксилема, первичная флоэма. Конечно, он должен быть посередине. Но у нас еще остается дырка между протодермой и прокамбием. Вот здесь должно что-то находиться. То, что будет давать начало вот этому наполнению между покровными тканями и центральным цилиндром. И как бы с проводящими тканями должно быть что-то. Какая мерестема это будет образовывать? А основная мерестема, она так и называется. И вот из основной мерестемы будут дифференцироваться все это многообразие остальных тканей. Ну, в частности, все варианты паренхим, которые только не могут встретиться. И, конечно же, механические ткани. Они просто делаются немножко по-другому, в отличие от паренхим. Поэтому истинная настоящая мерестема – это апикальная мерестема. Она настоящая, потому что там есть этот организационный центр супернедифференцированной клетки. А все, что вниз от нее отходит, постепенно дифференцируясь, это уже так называемые полумерестемы. Почему? А потому что они не имеют того исходного нулевого статуса. Они не инициали. И они в своем составе не содержат инициали. Но мы с вами знаем, мы с вами помним, что у растений есть шикарное свойство, которое называется тотипатентность. И тотипатентность значит, что любая клетка, даже уже дифференцированной ткани, живой дифференцированной ткани, способна откатиться к исходному состоянию и стать мерестемой. Исходной, истинной мерестемой. Это то, что мы с вами делаем. К сожалению, мы не можем. Или к счастью, не знаю. В общем, таким у нас создавала природа. Надеюсь, по этому поводу понятно. Сейчас посмотрю в чат, узнаю, что вы там меня спрашивали. Вдруг что-то непонятное. Итак, хорошо, ссылку на беседу. Так, ладно, понятно. Алина Рамильна там уже все выясняет. Можно немного времени для конспектов выделить. Вы можете посмотреть потом занятия еще в записи. Ага, Алина Рамильна, спасибо большое. Ага, ага, спасибо большое. Так, хорошо, Алина Рамильна, все отвечает вам шикарно. Поехали дальше. Итак, первый вариант – это апекальные мерестемы. Вспоминаем, что апекальные мерестемы обеспечивают рост вверх. Следующий наш с вами вариант – это латеральные мерестемы. Как мы с вами помним, латеральные мерестемы обеспечивают рост вширь. Нужно быть не только длинным, но и в них толстым, механически прочным. Кто относится к латеральным мерестемам? Камбии, конечно же. Камбии – замечательная мерестема, которая формирует вторичные, проводящие камни вторичную псилему, вторичную профлему. Короче, хотите быть деревом – вам нужен камбий. Вы не имеете камбия – вам плохо. Ну как, нет, на самом деле вам нормально, если вы пальма. Но вам так приходится там изгаляться. Это с ботанической точки зрения очень красиво, правда, очень красиво. Мне всегда это очень нравилось. Особенно какие-нибудь атипичные толщины удрацены – вообще супер. Потом это все вам расскажу. Но, тем не менее, классический путь. У вас есть камбий, есть вторичная эксилема, вторичная флейма. Все шикарно, вы дерево, все круто. Но есть еще другой вариант латеральной мерестемы, который тоже обеспечивает нарастание вширь, но не для механической прочности, а для механической защиты. И эта ткань называется филлоген. Кто это? Что это? Как образуется? Все расскажу. Просто новое слово – филлоген. Филлоген, еще раз, относится к латеральным мерестемам, которое обеспечивает рост вширь, но для того, чтобы иметь механическую защиту, потому что филлоген будет давать начало вторичной покровной ткани. Тоже все это расскажу, не волнуйтесь. Ставочные мерестемы или интерколярные мерестемы, или корректнее говорить – зоны интерколярного роста, где они находятся. Это дополнительный рост междоузлей, дорастили – это дополнительный рост черешков, и это на самом деле дополнительные зоны в листовых пластинках. Ну, правда, не у всех они есть там, но у многих встречаются. Поэтому если очень надо, например, вы растение, которому нужна листовая мозаика, все классно, все шикарно, только какая-то позиция поменялась, я не знаю. Человек построил дом, а вы дерево, вы не можете отойти. Но при этом в определенный момент времени вам достаточно солнечных лучей. Вы должны так перестроить свою листовую мозаику, чтобы получать максимальное количество солнечных лучей. Да, мысль прекрасна, только это надо сделать. Во-первых, можно немножечко дорастить междоузли. Вы, условно говоря, дорастили в нужном направлении. Все, классно. Но дорастить-то вы можете, вы имеете определенный лимит на доращивание все-таки. Потому что если вы безлимитно доращиваете междоузли, тогда у вас болезнь бешеного риса, как называется баконоэ. Это когда грипп, неконтролируемый, при помощи гормонов воздействует на эти зоны интеркалярного роста, и они безумно увеличиваются, увеличиваются в размерах. Но тогда теряется механическая прочность. Поэтому да, вы можете дорастить междоузли, но вы должны понимать, насколько вы можете себе позволить. Дальше вы можете дорастить немножечко черешок, если у вас черешковые листья. Ну, сразу скажу, что у многих растений, у которых листовая мозаика, особенно если вы дерево, у вас есть черешки. Вы дорастили черешок. Шикарно. А еще вы можете немножечко дорастить листовую пластинку. И все в целом, если каждый лист немножечко доподрастет, то КПД улавливания квантов света возрастет в энное количество раз, что всегда приятно. Итак, следующий наш слайд рассказывает нам о том, как же выглядит Меристема в выделенном виде. Эта фотография сделана при помощи сканирующей электронной микроскопии, потому что мы здесь с вами видим поверхности. Значит, что мы на самом деле с вами видим? Где моя рисовалка? Это фотография, которая сделана мной. Это горох. Это Меристема гороха. Это побеговая текальная Меристема гороха. Теперь нам осталось выяснить, на что вы должны смотреть. В общем, все, что вот так вот покоцано, нам неинтересно. Это специально срезано, изъято оттуда. Нас интересует то, что здесь вот красивенькое и гладенькое. Вот это нас интересует. Итак, что есть что. Само тело Меристемы – это вот этот вот красивенький кружочек. Вот это само тело Меристемы. Дальше. Что у него есть? У него есть приморди-миста. Слово приморди мы встречать будем часто. Как говорила Людмила Ивановна, а у нас такой был голос, такой низкий. По крайней мере, как мне рассказывали, сама вживую я никогда не видел. У нас сейчас не умерла. Она говорила, это смешное слово приморди. Как бы никому не было смешно, но то, как она это говорила, все с ней начинали покатываться. Итак, вот это вот смешное слово приморди. Это некая группа клеток, которая уже отделилась от Меристемы и станет будущим листом. А мы с вами помним, что у гороха непростой лист, он у него сложный. Он состоит из рахиса, листочков сложного листа и усиков, соответственно. Все это прекрасно, но пока вот этот вот гребешочек вообще никак не тянет на будущий лист. Поэтому мы смотрим на другую часть, мы смотрим на другую сторону, вернее, не совсем на другую сторону. И что мы видим? Мы с вами видим уже такие частично какие-то полусформированные части листа. Что это такое? А это то, как примордий, вот эта вот кучка клеток, начинает дифференцироваться на отдельные части сложного листа. И так происходит в любом Меристеме. Все зависит от того, у вас простой лист, сложный лист, как происходит вычленение усиков, листочков. Все это описывается. У нас, кстати, на кафедре есть статик-курс, который читает Владимир Витриевич. Он называется молекулярная основа антогенеза растений. То есть какие белки, какие гены включаются, какой каскад того, чтобы сделать этот сложный лист с усиками. Сделать простой округлый лист – это просто. А вот сделать его каким-нибудь изрезанным, а еще сделать, наверное, по центру дырку – вот это сложно. Это правда сложно. Другой тип фотографий, как вы понимаете, он сделан для помощи уже с видовой микроскопии. Но здесь есть одно «но». Как вы видите, здесь все клетки неоднородные, клетки разные. И что-то в клетках покрашено красненьким светом. В данном случае здесь использовались особые метки, но нас это немножко не волнует. Что мы здесь видим? Ой, мамочки. Что мы здесь видим? Мы с вами здесь видим, соответственно, нашу Миристену. Вот она. То есть если до этого мы видели ее как бы сверху, то сейчас мы ее видим в разрезе. Сразу скажу, что это, конечно, другое растение. Это не горох, это, насколько я понимаю, аробидопсис. Вот эти вот формирующиеся листья. Причем, видите, на листьях мы уже можем наблюдать три хомы. Они здесь хорошо видны. А теперь давайте подумаем, а где же вот эта вот протодерма, основная Миристема, которую мы с вами обсуждали. Мы же помним, да, что вот у нас Миристема, а где же тогда протодерма? А вот они у нас, наружные слои, вот это протодерма, которая дает начало первичным покровным тканям. Вот здесь вот, скорее всего, у нас с вами будет прокамбий, который будет давать начало соответственно проводящим элементам. Ну, а все вот это вот между ними, это основная Миристема, которая будет давать начало механическим тканям, эндодерме, хлородхиме и всему-всему-всему прочему. Очень хорошо видно развитие прокамбии на премордиах листик. Вот видите, центральная часть ярко-красная, совсем ярко-красная. Вот это и есть тяжи прокамбии. Вот он пошел, наш красивый тяж прокамбии, но здесь он, конечно, уже не прокамбии, здесь он уже, извините, ксилема с флоемой. Тут уже все очевидно. Вот это вот первичная покровная ткань, которая уже из протодермы дефиленцировалась, а вот это то, что дало начало, основная Миристема, она дала этим клеткам начало. Следующая наша с вами фотография. Все то же самое, тоже побеговая пекальная Миристема, только уже внутри. Это третий тип электронной микроскопии, которая называется трансмиссионная электронная микроскопия. Я уже немножко вам про нее рассказывала. Этот метод позволяет заглянуть внутрь клетки, посмотреть, как выглядят органеллы, но для того, чтобы сделать эти красивые фотографии, нужно работать с очень опасным препаратом, который называется ОСМИ. И вот где ОСМИ осело больше, там более черная такая структура, вы видите. Как говорят электронщики, электронно-плотное нечто. Это красивое словосочетание электронно-плотное. Итак, смотрим, что мы видим. Ну, во-первых, это тонкостенные клетки. Да, в принципе, они тонкостенные. Дальше. Здесь много мелких вакуолей. Здесь одной гигантской вакуоли быть не должно быть. Потому что одна гигантская вакуоли это означает, что вы хорошо функционирующая и уже довольно долго функционирующая клетка, если у вас одна здоровая вакуоли. Ну, или две-три большие. А здесь, как вы видите, много мелких. Дальше. Что очень необычно лично было для меня, когда я это первый раз увидела, это нестандартные формы ядро. То, что я сейчас обрисовываю желтым, это все ядро. Просто там такой хорошо разобранный мастин, да, там прям хромосом, хромосом. Там все очень разобрано, потому что нужно постоянно делиться, нужно постоянно быть в тонусе, потому что ты веристема. Вот. Поэтому ядра у меристематических клеток очень часто принимают вот такую вот странную форму. На самом деле очень красиво, но странно. Более того, могу сказать, я уже рассказывала, что есть такое направление фитопатологии, ботаническая фитопатология, что я какое-то масло масляное сказала, когда по анатомической структуре клеток можно определить, чем заражено растение. Это бактериальное поражение, грибное, вирусное и так далее. Так вот, некоторые типы поражений приводят к тому, что ядра у нормальных функционирующих тканей, типа там флоренхимы и так далее, начинают выглядеть так же, как у меристематических клеток. То есть для меристематических клеток это норма. А вот для какой-нибудь флоренхимы это не норма, если ты не клетка, которая приступила к делению. Но это означает, что в основной массе ядра должны быть, условно говоря, классической формы. Но если у вас определенное поражение, то вы, соответственно, получаете вот то, что вы получаете. Но еще раз повторюсь, для меристемы это нормально. Итак, еще раз, то же самое. Меристемы, апекальные меристемы, которые, апекальные меристемы дают начало протодерме, прокандии, основной меристеме, которые дают начало первичным тканям. И не обязательно покровным. Это первичные покровные, это первичные проводящие, это все первичные ткани. То есть первичные ткани возникают непосредственно из исходных меристем. Но есть меристемы, которые образуются не из меристоматических клеток, а они образуются путем деления постоянных тканей. Так вот камби и филоген образуются не из меристоматических клеток. Камби дает начало очень часто бронхимные клетки проводящих тканей, а филогену, когда перецикл, у кого что. И тогда мы получаем вторичные ткани, потому что они имеют вторичное происхождение, не истинно меристоматическое. Вторичные ткани, в частности камби дает начало, вторичные киселения, вторичные флоэмы, вот у нас там вторичное вот это вот воплощение и получается. Да, здесь еще раз прорастительную клеточную стенку, но мы это с вами так быстренько, вскользко бежим, поэтому я посмотрю на вопрос. Ссылка на занятие. Каждый такой кружочек отдельный лист или части одного сложного? Каждый отдельный кружочек – это части одного сложного. Там наверх к ушке был такой бугородчик, который давал начало, соответственно, усикам. Дальше это листочки, и в основании это при листике. Поэтому каждый отдельный бугородчик – это часть сложного листа. А в следующем занятии будет два теста, да, совершенно верно. Первый тест у нас с вами будет по глядке, второй тест будет по растительным тканям. А как меня зовут? А, меня зовут Екатерина Алексеевна Быкова. Да, спасибо. Что это изображено? Где изображено? Ладно, не важно. Апекальная мере стема. Апекальная система. Не знаю. Хорошо. Все замечательно. Вы молодцы. Вы вообще платные. Итак, растительная клеточная стенка. Кстати, в повторении, потому что там в тесте в следующем точно будут вопросы про растительную клеточную стенку. Все то же самое, только очень быстро, потому что вы и так все помните и знаете. Более-менее, по крайней мере, я так думаю. Итак, растительная клеточная стенка состоит из трех сетей. Целлюлозная сеть, пектиновая сеть, белковая сеть и вспомогающий компонент гемицеллюлоза, который сшивают с тестом целлюлоза. Итак, клеточная стенка может быть нескольких вариантов. Межклеточная пластинка или срединная пластинка, все зависит от терминологии, которую мы с вами обсуждаем. Первичная клеточная стенка, которая вкладывается внутрь от срединной пластинки. Ну, правда, раньше считали, что совокупность, что срединная пластинка это совокупность первичной клеточной стенки и межклеточной пластинки. Это ботанические, простите за грубость, терки. Бывает и такое. Одни говорят по одному, другие говорят по другому. Дальше мы считаем, что возникают некоторые школы. Всегда по-разному. Но, в общем, не удивляйтесь, что некоторые люди могут под срединной пластинкой подразумевать совокупность межклеточной и первичной клеточной стенки. Бывает и такое. Ну, и вторичная клеточная стенка. Первичная клеточная стенка это всегда живые клетки. Эта клеточная стенка подвижна, мобильна, потому что целлюлоза в ней не очень-очень много. А вот во вторичной клеточной стенке ее гораздо больше. И она всегда откладывается для того, чтобы усилить механическую прочность. Она может откладываться равномерно, она может откладываться неравномерно, неважно. Самое главное, что все зависит от того, какую функцию мы преследуем, какую цель мы преследуем. Прекрасная картинка. Уже с вами ее... Мы ее с вами уже видели. Теперь давайте я буду все это активно разукрашивать, если у меня получится. Итак, самая посередине штучка, такая коричненькая, которую я почему-то решила по-коричневому нарисовать, красная была. Могие ошибки, надо было желтым рисовать. Сейчас нарисуем желтым. Ну, лучше не стало, но неважно. В общем, то, что я пытаюсь обрисовать желтым, ой, завезла. Ну, ладно. Это серединная пластинка. Срединная пластинка формируется из фрагмопласта. Вспоминаем с вами, что фрагмопласт формируется на последней стадии деления, когда нужно разделить материнскую клетку, границу провести, на две дочерние. Туда стекаются микротрубочки, выстраиваются в определенном положении. К этим микротрубочкам приходят физикулы из аппарата Вольджи, которые несут в своем составе будущие материалы для серединной пластинки. А серединная пластинка представляет из себя пектины. Пектины – это полимеры галлокуроновых кислот, которые, соответственно, придают мягкость, плавность этой серединной пластинки. Короче, серединная пластинка – это граница. Она ничья. Она не принадлежит ни той, ни другой клетке. Это вот нейтральная зона. А дальше каждая клетка вспоминает о том, что я вообще-то самостоятельная единица. У меня должна быть своя клеточная стенка. Поэтому внутрь, как бы внутрь себя, каждая клетка начинает откладывать первичную клеточную стенку. То, что я пытаюсь зарисовать голубую. У меня получаются какие-то, знаете, график, классик светового вида. Цветные конкурсии. В общем, вот это вот голубое, то, что я пытаюсь рисовать, это первичная клеточная стенка. И это уже личная клеточная стенка конкретной клетки. Это вот мое и ничего другое. Ну, соответственно, каждая клетка откладывает со своей стороны свою клеточную стенку. Все шикарно. Мы с вами помним, что там не очень много целлюлозы, но достаточно для того, чтобы все-таки механическая прочность, каркас и направленность была соблюдена. Там много-много пектинов, потому что это активно функционирующая единица. Там должно быть много белков, а белки цепляются за пектины, поэтому пектины много. Вот эта вся прекрасная история функционирует. Но дальше встает вопрос о том, что, например, я какая-нибудь механическая клетка, клетка механической ктами, и мне нужна механическая прочность. Да, я функционировала какое-то время, это все замечательно, но мне нужна вторичная клеточная стенка. Мне нужна та структура, в которой будет много целлюлозы, потому что она мне обеспечит механическую прочность. И тогда каждая клетка начинает под первичной клеточной стенкой откладывать вторичную клеточную стенку. Она будет толще, чаще всего на толще. Она может откладываться несколько раз подряд. Ну, например, через две недели после отделения я отложила вторичную клеточную стенку. Я с ней пожилая-пожилая, решила, что тонковата она, нужно еще откладывать. Через две недели я отложила еще одну вторичную клеточную стенку. И вот у нас получилось такое наслоение вторичных клеточных стенок. Поэтому иногда вы можете встретить словосочетание критичная клеточная стенка, Как вы понимаете, это не совсем корректно. Это просто поздно отложенная вторичная клеточная стенка. По структуре, по соотношению компонентов это будет такая же вторичная клеточная стенка. Просто по времени отложения она будет третичная, потому что она будет сделана с третьего раза. Сначала первичную, потом вторичную, а потом еще раз вторичную. Но так как это третий акт откладывания клеточной стенки, мы можем ее называть третичной. но чаще всего так не пишут сейчас поэтому все удачно вот клеточные стенки все прекрасно все замечательно прекрасная картиночка которая сделана была при помощи трансмиссионной электронной микроскопии что мы здесь видим тоже мы с вами тоже обсуждали вот эти темноватые такие части клеточной стенки это плазмодесмы и такие плазмодесмы это особые структуры которые помогают двум соседним клеткам функционировать и сообщаться друг с другом у нас с вами клеточные контакты представлены щелевыми клеточными контактами у растений в силу отличие клеточной стенки это плазмодесмы ну или огромное количество визипа вот этих шариков как вы их называете вас свидетельствует нам о том что клетки активнейшим образом обмениваются материалами вот такая удачная следующая фотография показывает мы все-таки с вами ботаники и стремимся мы с вами к ботаническому исследованию растительной клетки мы вспоминаем что в растительных тканях есть такая штука как пора особенно когда мы с вами будем говорить о проводящей ткани проводящие элементы там будут вот такие вот слова пора перфорация стрёмная штука но для того чтобы вспомнить что такое пора а мы с вами естественно вспомним мы должны предположить что плазмодесмы могут на протяжении клеточной стенки располагаться неравномерно они могут располагаться плотными кучками рядом друг другом вот например первая такая агломерация плазмодесмы вот она у нас 2 а между ними формируется кусок которым нет плазмодесмы и он оказывается толще тогда у нас формируется первичное поровое поле запомним это потому что нам понадобится для проводящих тканей чем может пропитываться клеточная стенка тоже с вами обсуждали это могут быть лигнины если мы если мы пропитали лигнину там и дерево если мы пропитали суберином там и пробка правда надо с вами вспомнить что лигнин вот честно пропитывает потому что он замещает петины а суберин с петином никого не замещает а просто откладываются поверх всего этого дела поэтому не совсем корректно говорить что суберин с петином пропитывают это не совсем так дальше если мы положили в свою клеточную стенку суберин то тогда у нас опробковение образуется пробка ну а если путин то кутикула соответственно правда кутикула это не совсем кутина это совокупность путина и эпикутикулярных пасков это немножко разные вещи вот но смысл в том что если вы не хотите чтобы вас как в растительную ткань пронику проник проникли ненужные газы и вода то тогда вы пропитаетесь либо суберином либо путина а если вы хотите чтобы вас не проникла только вода но при этом была супер механическая прочность и так далее и все зависит от того какая у нас ткань и какие функции мы преследуем почему же функции преследую и цели мы преследуем что такое то или преследуем вопросы здравствуйте было на прошлом занятии на что пожалуйста отошлите текст еще раз а до текста практически да кстати по поводу практических занятий практические занятия у нас с вами будут силу к сожалению ситуации с короной мы не можем делать их часто мы с вами пройдем энное количество тем у нас практическое занятие как она будет проводиться ну то есть точно будет проводиться скорее всего на базе примаковской гимназии практически 90 процентов а вот какой состав будет я думаю что там будет еще отбор сейчас я сформулирую мысль красиво скорее всего мы будем проводить отбор тех ребят которые приедут на практические занятия поэтому в зависимости того как вы будете писать эти тесты потому что мы будем на них смотреть вот наверное по этим тестам будем опираться ребят мы за раз можем принять там не больше 20 ребят вот ну понятно это все обговариваем поэтому на данный момент конкретной информации могу и более того даже не могу дать информацию когда будет первое практическое занятие то есть скорее всего это будет конец сентября начало ноября дальше можно ли определить уровень развития растения по образовательной ткани нет нельзя можно определить во первых уровень развития можно определить приблизительное систематическое положение потому что в зависимости от того кто у вас там хвощи плавные мхи и папоротники или покрытые семеные волосеменными у вас то как будут инициале делиться будет отличаться вот это точно да угол семена с покрытые семенными тоже да то есть анатомическое строение побеговая пекальными ристемы может вам указать на примерное систематическое положение разделить нам хихвощи плавные а вот дальше внутри конечно при этом корневая пекальными ристема настолько но на каше изучено но так кружок по микробиологии честно говоря не знаю так поехали первые наши они вернее вторые первые постоянные но первых но вторые по счету это покровные ткани покровные ткани нужны для того чтобы жить на суше потому что как ни странно самая главная задача это не защита смысле не защита механическая а главная задача не дать растению высохнуть поэтому кутикула поэтому пробка ваша задача как покровные ткани не дать растению высохнуть нельзя чтобы эти клетки испаряли воду нельзя чтобы вот у меня тут живет друг рядом со мной большой зеленый вот такая вот красивая штука если бы у него не было нормально развитых покровных тканей а он еще такой ну скорее всего из тропиков товарищ у него еще глянцы глянцеватые листья зачем а для того чтобы не пропустить фото когда я наконец для себя поняла зачем нужны покровные ткани мой мир немножечко перевернулся поэтому да образование покровных тканей было одним из основных средств перехода растений жизни на суше не смогли бы они образовать покровные ткани и вот эту смену первичных на вторичные и вот это вот все это дело никакой жизни на суше нормальной жизни на суши речи бы не шло ну дальше конечно же классическая барьерная функция это механическая защита вся вот эта история все классно дальше я уже с вами говорила и мы с вами обсуждали что покровные ткани демонстрируют классические клетки и прозантильные формы такие прямоугольнички но прямоугольнички квадратики дальше а все по проводящие почему палище покровные ткани могут пропитывать и ливнина и путина и суберина в зависимости того где ты живешь а вот и покрываешь и зачем тебе нужно и какая вообще функцию конкретного органа есть ну классические покровные ткани делятся на первичные и вторичные и корпус я не знаю почему но в моей голове в какой-то очень непонятный момент возник возникла большая ошибка я не знаю почему я решила что я где-то прочитала что покровные ткани делятся на первичные и вторичные и третичные я не знаю откуда я это взяла но у меня это так глубоко засела в голове поэтому я специально для себя написал эту последнюю строчку что покровные ткани делятся на первичные и вторичные и корку корка это не третичная покровная это неправильно просто корка потом расскажем что это и так эпидерма красавица наша эпидерма или эпидермис называйте как хотите во первых это первичная покровная ткань она образована протодермой это истинная настоящая первичная покровная ткань дальше какие функции ну конечно же защита внутренней ткани от высыхания вообще-то самое главное 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 не высохнуть это газомена транспирация особенно если мы говорим конечно же листья это поглощение выделение некоторых веществ да и они такое тоже умеют растение имеют выделительные органы вот скажем так выделительные приспособления другое дело что они выделяют зачем они выделяют ну и защита от проникновения вредителей понятно ты же не хочешь чтобы сожрали ну и конечно же это сложная ткань давайте смотреть какие клетки населяют эпидермом во первых они могут быть разный по форме и тут кстати это будет может зависеть от систематического положения бывают классические прозенхимные вот вам вариант b такая вот очерченность такие прямоугольнички ладно не прямоугольнички 2 4 6 ладно шестиугольнички пришел прямоугольнички в общем строгая очерченность по углам а может быть странные может быть вот такое но опять же это специфические функции нет меня недавно соседки дочка значит у нее раскраска то есть там не раскраска там нужно было по цифрам соединить ты должен соединить по циферкам получить за лошадку дочка-то соединила циферки у нее получилось лошадка а я на цифры 66 запнулась и повела куда-то в другую сторону это у меня лошадка не получилось поэтому когда я пытаюсь обводить эту клетку у меня лошадка не получается это очень специфические на самом деле по форме клетки и тут уже речь скорее будет про эпидерму стебли они пропитер мульта листа ну такое случается вот потому что тут чем хороша такая форма клеточной стенки потому что у вас увеличивается площадь контакта между соседними клетками и это означает что у вас вы можете сделать больше плазмодез и это означает что вы можете эффективнее и быстрее обмениваться информацией информационными молекулами или какими-то метаболитами соседними клетками это делается собственно для этого для увеличения площади контакта ну такая вот форма клеток просто то же самое увеличение площади клеточной стенки дальше как клетки могут выглядеть сбоку и что они могут собой сделать ну ладно неважно про форму это без разницы посмотрите на наслоение и так вот у нас значит это вот клеточная стенка вот потом он с вами клеточная стенка это все классненько дальше надо клеточной стенкой может формироваться пути пола то есть сначала мы закладываем путин потом дальше мы сверху закладываем эпикатикулярный воск там еще раз можно эпикатикулярный воск еще раз пути неважно количество наслоений очень раз поэтому количество размер клеточной стенки может отличаться тоже много разных различий все зависит от того где вы живете это аридная зона или не аридная зона какая толщина кутикулы вам важна вы будете делать вы будете делать листовую мозаику или нет вы вы солнцелюбивые растения лиц они выносливые как выглядит кутикула как выглядят вот эти вот клеточные стенки которые непосредственно к поверхности примыкают в принципе смотря на них можно определить более или менее конечно не на сто процентов но по крайней мере тропическое в растении или растения вереных широт определить можно дальше какие еще клетки бывают в эпидермии конечно же основные клетки которые выполняют вот это вот непосредственно барьерную функцию кутикул и вся вот эта вот история вот это вот наслоение эпикутикулярных плосков вот она все вот эти основные клетки все шикарно дальше замыкающие клетки устиц красота наша не глагола на и вот эти замыкающие клетки устиц у них тоже могут быть утолщенные клеточные стенки ну потому что они все таки к терме относятся вот но безуси понятно никуда ну еще есть отдельная структура это трихомы во-первых не путайте пожалуйста трихомы с корневыми волосками это принципиально разная история трихомы могут быть многоклеточными и очень часто трихомы это многоклеточные структуры я не помню не знаю запомнили вы или нет но когда мы с вами смотрели фотографию световой микроскопии среза опекальными ристемы я вам пока обводил эти волоски там было четко видно что эти волоски многоклеточные то есть трихомы это многоклеточные структуры и это тоже часть эпидермы потому что они образованы клеток эпидермы они выросли клеток эпидермы поэтому да а трихомы очень разные кто-то несет функцию защиты фото протекерной защиты кто-то несет функцию выделения кто-то несет функцию поглощения могут использоваться для абсорбции капиллярной воды а если ты какой-нибудь кактус тебе это актуально а если ты кактус который живет в пустыне атакама тебе без ассимилирующих трехом вообще никуда устица да нам ой как жалко что я вам сейчас это расскажу ну ладно ладно расскажу сейчас тут есть определенная терминологическая казуистика дело в том что устица понятие растяжимое широкое а потому что в работе улицы могут принимать участие как минимум ну как минимум два типа клеток и еще некоторые структуры и так основой устица является естественно замыкающие клетки усть те самые с неравномерно утолщенными клеточными стенками с определенным типом плазмодесменных контактов с кем они контактируют они должны контактировать с около устичными клетками то как выглядит около устичные клетки то какой они формы они количество все это определяет тип устичного аппарата тут у нас возникает очень интересное слово есть слово устица а есть устичный аппарат чем они отличаются а давайте смотреть устица это совокупность замыкающих клеток устица и апертуры устица или устичные щели но апертура просто звучит красиво устичные щели звучит как-то щель а вот апертура и так устица это только замыкающие клетки куст спасут а устичный аппарат это совокупность замыкающих клеток и около устичных клеток потому что биохимия устичных клеток анатомия с точки зрения количества плазмодесных распространенности то как они сформированы друг с другом это устичные поля и это вот равномерно очень часто вдоль и всей стенки они отличаются от клеток мезофилов почему я сказала мезофилов не знаю от клеток обычный основной эпидерм то есть оклоусечные клетки они отличаются так вот когда мы говорим про устичный аппарат возникает очень неприятные последствия некоторое время назад народ поводил создавать вот эти задания а какой тип устичного аппарата вы видите на данные рисунки и вот вам даны вот эти устица и вот вокруг них эти боковые устичные клетки они там как-то вообще существует по моему в районе 40 типов устичных аппарат 40 карл 40 я искренне надеюсь вам знать не надо поэтому вам нужно знать четыре типа ну иметь воображение первый тип это аномоцитный устичный аппарат когда около устичные клетки вообще никак не отличаются от других клеток эпидермы ну то есть вы не можете сказать что у вот этого точно клетки которые принадлежат замыкающих но их три другой вариант это они зацитный они за приставка они за означает другой отличный различные они зацитные это три клетки вокруг замыкающих леток устица которые отличаются от других клеток эпидермы вот они три и они явно отличаются от вот этих вот единорогов и так анамо три но никак не отличаются они за три но отличаются дальше два есть диацидный и парацидный приставка пара подразумевает сразу в моей голове ассоциацию с параллельным поэтому парацидный усечный аппарат это когда стенки клеточные стенки около устичных клеток параллельно усечный щелет парацидный а если эти стенки двух околоусечных клеток перпендикулярны то тогда это диацидный пара или диа ну а дальше воображение может быть два две околоусечные клетки обсудили три обсудили может быть четыре тетрацидный пять пентацидный шесть гексоцидный может быть моноцидный когда один большой клеток бывает такое моноцидный ой больше мы ничего обсуждать с вами не будем потому что иначе вы забьете себе голову как я считаю ненужной информации дай бог у вас этого задания не но к сожалению сказать я вам об этом должна была но лишний раз не забивайте а то в интернете найдете эти 40 вариантов куда вам зачем вам это бессмысленная информация вот это очень красиво это трихомы это как вы видите трихомы это многоклеточные структуры ну вот как минимум раз клеточка два клеточка три клеточка что-то единорог мимо не дает сегодня не могу я по форме обрисовываю при этом вы видите что они разные у каких какие-то волоски просто заканчиваются условно говоря ничем какие-то заканчиваются маленьким маленькой окружностью какие-то заканчиваются таким большим нагромождением могу вам сказать что они все выполнять немножко разные кто-то из них может быть железистыми волосками кто-то может быть абсорбционными кто-то может быть просто фотопротекторными вот но самое смешное что мы здесь видим с вами устица и это вам может намекнуть на то что на самом деле скорее всего это может быть нижней поверхности листа но существует листья у которых устицы могут располагаться на верхней стороне листа это ничего не говорит поэтому если бы по этой фотографии вас просили а какая сторона листа соответственно вот представлена на этой фотографии на самом деле вы не можете корректно ответить не можете и так первичная покровная ткань корня здесь важнее почему потому что покровные ткани не выполнять определенную функцию а именно защитную функцию покровную вот эта вот вся история если мы говорим про первичную покровную ткань корня то тут не все так вкладка потому что резодерма или по-другому называют эти блема она несет функцию не покрова она на самом деле функцию ассимиляции она ассимилирующая ткань она приводит поглощению питательных веществ то есть свою вот эту вот функцию как покров она не несет есть покровная функция но основная ее функция не покровная а ассимилирующая поэтому в некоторых учебниках вы можете встретить что первичной покровной тканью корня является экзодерма как она образуется где она образуется мы с вами будем говорить позже обязательно все это расскажу но помните что не всегда корректно резодерма называть первичной покровной ткани но есть одна проблема с точки зрения происхождения империологического происхождения именно резодерма первичная покровная ткань потому что она образуется спротодерма а экзодерма не образуется спротодерма но по функции именно экзодерма первичная покровная ткань потому что она несет настоящую истинную функцию покрова и только она резодерма там но тем не менее ризодерма состоит из двух типов клеток она состоит из трихобластов ну как вы понимаете триха это волосок да то есть это клетки которые несут корневой волосок корневой волосок это не многоклеточная структура корневой волосок это вырост клетки прям вот вырост значит клетка с которым образовалась и это все единое целое ну а трихобласты а приставка а отрицание те клетки которые не несут корневые волоски вот вот это классическая очень и более того она нам показывает вот этот вот переход между зонами вот классическая зона всасывания куча корневых волосков и как вы понимаете это не многоклеточная структура нет нет точно не такие вот морфинисты это это просто им плохо их и плохо ну их там спирту в ацетоне держали естественно немножко скукожились простите да кстати вопрос к вам сейчас посмотрю в чат скажите мне пожалуйста как называется метод электронной микроскопии при помощи которого была сделана данная фотография ладно хорошо чат молчит либо у меня задержка ладно а ну в общем ладно предположим это у меня очень и так эта фотография была сделана при помощи сканирующей электронной микроскопии или сокращенно сэм а поэтому что мы с вами здесь видим поверхность там они внутри заглядываем видим поверхность вот эти корневые волоски так которые формируются и как вы видите здесь есть клетки с корневыми волосками и есть клетки которых корневых волосков нет то есть трихобласты и атрихобласты дальше вторичная покровная ткань по-другому она называется передермо состоит из трех типов тканей и так вторичная покровная ткань это передермо она состоит из трех типов тканей но если мы с вами берем школьные учебники то в них написано что вторичная покровная ткань это пробка и это не совсем верно потому что пробка это одна она из один из слоев перидерма пробка это филема но филема это совокупность в смысле телема входит состав перидерма перидерма состоит из филогена филодермы и филема переводе на русский функция каждой ткани значит филоген это меристема как мы с вами уже выяснили это вторичная меристема филоген это меристема филема это пробка вот все что написано в школьном учебнике какого-то пробки это касается только фили но все вот это вот констракшен нужно питать и нужно давать еду может они не самостоятельно вот филодерма это ткань живая которая поставляет питательные вещества филоген филе и так где образуются перидерма если мы говорим про наше растение то есть сейчас за окном осень такая холодная если ты семечко которое проросло где-нибудь в апреле в мае а ты многолетние растения ты собираешься смывать то где-то уже наверно в июле надо начать формировать перидерму потому что если ты зимой будешь в нашей почве или в на неважно подземная часть или надземную без перидермы ты высохнешь тебе будет плохо и ты умрешь ты не перезимуешь поэтому оставаться с первичной покровной тканью в нашей полосе зимой очень плохо но если ты например какой-нибудь субтропическое или тропическое растение то совершенно спокойно ты можешь перезимовывать ну условно перезимовывать с первичными покровными тканями пишите мне такой надобности а вот зима если у тебя зима бывает тебе нужно конечно ну и в целом дальше все многолетние растения формируют перидерму и все замечательно но только перидерма это монослой а внутреннему содержимому нужно как-то крышать да понятно проводящий они может быть обеспечивать там газом достаточно у вас непосредственно поверхность должна соприкасаться с воздухом и внутренние ткани должны иметь какую-то функцию газообмену поэтому формируются чечевички да тут надо еще сказать что перидерма формируется на стеблях древесных растений на корни удольных и белосеменных иногда черешки многолетних листьев стенки плодов все это может быть перидерма но на самом деле вдоль почему-то не написала про однодольных у однодольных на самом деле тоже может образовываться перидерма просто она будет немножко по-другому образовываться нежели чем у тех кто может вступать на путь вторичную толщину тоже об этом мы будем говорить отдельно чечевички чечевички это то при помощи чего перидерма дышит потому что как вы понимаете филоген это живая ткань и филодерма тем более живая ткань надо им кислород кушать поглощать поглощать кислород ну и соответственно ткани которые под ними тоже нужно поглощать что делать когда происходит формирование перидермы сначала размечаются места где будут чечевички а потом от них начинают формироваться потом от них уже начинают растекаться тиши и филогена и так далее то есть первичное заложение чечевички а досомкнуть это все в кольцо это все потому что самое главное дышать если вы сначала сделали какой-нибудь непроницаемый короб а потом в нем прорубаете окна вам лучше не хватить кислорода на то чтобы прорубать поэтому мудрые растения сначала делать окна а потом все это смыкает замыкает понятно что при строительстве домов делать по-другому ну там и условия последнее то что я почему-то в своей голове называла третичной покровной ткани это неверно еще раз неверно просто в моей голове был корка или литидом корка это наслоение перидермы то есть перидерма 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 ну потому что неоднократно многократно филоген закладывался еще раз еще раз еще раз еще раз и получается что самые самые первые перидерма будет дальше всего ближе периферии максимально далеко от например центрального цилиндра но к моменту например заложение уже 5 перидермы все ткани которые составляли первые перидермы уже будут мертвыми они все превратятся они все умрут и субернизируются они все будут но исходно исходно та самая первая перидерма состояла из трех типов разных слоев до филоген но из-за многократного отложения филогена самые наружные клетки уже не имеют доступа к питанию как вы себе это представляете итак представим себе вот у нас самая наружный слой это у нас филема пробка субернизация сдохла там уже давно но в общем пробка мы не пропускаем ничего все классно все супер под филемой располагается то что дает ей начало а именно элоген аристоматическая ткань живая активно делящийся все классно все замечательно а под ней вкусняшка под ней филема ну кушать же надо а теперь представили себе что мы так завожу вот это вот у нас условно говоря первая передерма потом по ней вторая потом третье потом 4 и так и далее вот у нас есть четвертая передерма и в основании четвертой передермы лежит филодерма она кормит потому что она ближе всего проводящим ткани проводящие ткани где-то там глубине а вот это филодерма филодерма первой передермы не имеет такого доступа к питательным веществам потому что под ней располагается ну потому что передерма вторая заложить под ней будет располагаться дохлая филема пробка как простите она будет получать доступ к питательным веществам она не может прорубиться сквозь дохлую филема почему смысл передермы в том чтобы не дать высохнуть у вас должно быть полное смыкание ну кроме уст и став пустит их жестко контролируется поэтому что остается если вы заложили вторую передерму и тут все прекрасно сформировалось вы должны филоген и филодерму первой передермы тоже превратить все у вас не остается никаких вариантов дальше со второй передермы вы сделаете со временем также с третьей вы тоже сделаете также и истинный передермы вот состоящий из трех слоев останется только 4 а все вот это будет называться ритидом потому что это совокупность так ритидом так ладно писать мышкой это не моё а все это в совокупности будет наслабление передер и тогда у вас образуется вот это вот толще на 3 дом и это наслабление передер и это важно и это надо потому что если ты какой-нибудь древо типа дуба ну и неважно любое древесное растение вам нужно это наслоение потому что вы не можете себе обеспечить безопасное существование с одной передером одно единственное вы должны себя подстраховывать это принцип выживания поэтому никуда без этого вот но горка левититом я думаю с этим все понятно так если есть вопросы сейчас посмотрю чат что там у нас пишет а ладно скажите а если меня не было на прошлом занятии закрылась ничего не знаю про трансляцию это все калинирование ладно вопрос видимо у вас нет поехали дальше механические ткани так ладно про механические ткани быстро там чуть-чуть осталось мы с вами сейчас пройдем механические ткани и на этом закончим вот но чтобы не мариновать вас 2 часа механические ткани как мы с вами помним механические ткани образуются из постоянной из основной меристемы ну как и собственно паренхимные ткани кто относится к механическим тканям коленхима и склеринхима два вечных антагониста друг друга тоже у меня был с ними очень интересный я не знаю откуда вот у меня в них в голове возник но сначала давайте сравним и так коленхима живая прекрасная ткань склеринхима мертвы ну то есть что протопласты склеринхимы они отсутствуют алё пусто нет никого коленхима при этом имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки поэтому коленхимные клетки разный уголковые коленхимы полисадная коленхима о господи уголковая пластинчатые так далее все похоже а вот клетки склеринхимы равномерно утолщены то То есть у них вторичная креточная стенка откладывается равномерно, в отличие от клеренхима, у которой она откладывается нервно. Более того, с клеренхима она имеет тенденцию к пропитыванию. То есть она не только имеет равномерно утолщенные креточные стенки, но еще она пропитывается лейбином. Вот, она так уверена. Клинхима бывает рыхлая, уголковая, пластинчатая. Это в зависимости от того, как утолщены креточные стенки. При этом, так как она живая, то механическая плотность обеспечивается в первую очередь за счет тургора. Если растение теряет свой тургор, то клеренхима, конечно, несет механическую функцию, но ее механическая функция немножко ослабевает. Зачем нужна клеренхима? Что в ней хорошего и замечательного? Так, ладно, вот это мне будет дальше, поэтому расскажу потом. Ну и очень часто клеренхима встречается в побеговых удольнях и реже встречается в однодольнях. Склеренхима, мы уже с вами оговорили, что среди склеренхима бывает, склеренхима может представлена быть пулом клеток, массой клеток, когда это будет конь-кань. Но она также может быть представлена идиобластами, вот эти вот одиночные клетки, сильно отвечающиеся от окружающих, которые несут там какую-то одиночную функцию. В частности, склериды, склеренхимы – это классические идиобласты. Так как она равномерно утолочена, там прочно все. Все прочно, все шикарно, все замечательно. Вот какой миф у меня был в голове, связанный с клеренхимой и склеренхимой. Я не знаю почему, но я считала, что коленхима – она живая, и она встречается только у однодольных. Что коленхима не нужна двудольным, а склеренхима – она мертвая, и она не нужна однодольным, а встречается только у двудольных. Я не знаю, почему у меня такое было в голове, но вот такая вот была шикарно. А на самом деле и клеренхима, и склеренхима встречаются и у однодольных, и у двудольных. Вот и все. Ну вот, у меня в голове как-то переклинило, не знаю почему. Склеренхима – классическая картинка, по-моему, я ее взяла, да, я ее взяла из учебника Александра Константиновича Тимонина. Вот он в объеме вырисованный, красивый, красивущий идиобласт. Также среди склеренхима могут встречаться волокна, такие длиннющие-длиннющие клетки, которые тянутся на длительном протяжении. Это очень удобно, потому что, я не знаю, делали ли вы когда-нибудь что-нибудь на шпажках. Ну, например, вот у вас есть какая-нибудь ветчина, вы туда положили такой сырный салат, и вам это все надо свернуть. Понятно, что самодержаться не будет, надо проткнуть шпажки, ну или там дубочистка, не важно. Вот представьте себе, вы, конечно, можете проткнуть одной шпажкой насквозь, но в потенциале это будет не настолько устойчиво. А если вы проткнете последовательно на разных уровнях маленькими, на разных местах, это будет гораздо более прочный конкурс. Другое дело, что у вас от ветчины ничего не останется, но мы сейчас говорим не про еду, а про растение. То есть создание длиннющих волокон, которые в разных местах пронизывают те или иные ткани, это механически оправданно. Это хорошая конструкция, просто вот такой подход. То, как это все выглядит на срезах, посмотрите, пожалуйста, на левую фотографию. Это световая микроскопия, это покрашено флороглюцином. Флороглюцин, как вы знаете, ливни накрашивает красный. Да, это световая микроскопия точно. Значит, смотрите, слева у нас, вам кажется, может показаться, куда, собственно, смотреть. Вам может показаться, что беленькая, ой, нет, тем цветом я крашу, давайте голубенькая. Вот этого беленькая, это есть клетка. Это все правильно, это внутреннее содержимое. Возникает вопрос, как определить цветы хеленхима. А давайте посмотрим на вот эти красненькие места. На самом деле, одна клетка, это раз, два, три, четыре, такой вот пятиугольничек. И каждый угол, он у нее неравномерно утолщен. Так как неравномерное утолщение сглаживает углы, то у нас визуально создается ощущение, что клетка круглая. А на самом деле нет. Клетка многоугольная. Просто каждый угол утолщен, сглаживая визуально до шара форму данной клетки. А на самом деле они прозенхимные. По форме клетки прозенхимные. Но из-за неравномерного утолщения вам кажется, что они изодиометрические. А это не так. Склеренхима. Что тут сказать? Равномерно утолщенные, жестенькие такие плядочные стенки, все краснущие. Склеренхима. Неоднократно мы с вами это все будем наблюдать. На срезы, а так, как я вам буду показывать в основном срезы, которые делали ваши предшественники на наших занятиях, там могут быть немножко некрасивые фотки, зато вы будете готовы к тому, что же вы увидите у себя под микроскопом, когда вы будете резать. Вот такое вы увидите неоднократно. Просто вы визуально должны понять, как отличить коленхиму от склеренхима. Зачем нужна коленхима и зачем нужна склеренхима? Какую прочность они обеспечивают? Итак, коленхима, она деформируема, но непрочна. Зачем это надо? Я мятлик на футбольном газоне. По мне бегают куча дядечек и тетечек. Они там пинают мяч, они меня дербанят, все классно, все замечательно, только я-то вообще-то выжить хочу. И мне важно, когда на меня наступили, не остаться лежать на поверхности, а мне важно восстановить свое положение в пространстве. Да, я могу это сделать не за две секунды, я могу это сделать за пять минут, но тем не менее я должна восстановить свое положение. И это обеспечивает коленхима. Она деформируема, но она позволяет растению восстанавливать свое исходное положение в пространстве. Я могу быть гибкой, я гибкая. Да, конечно, если вы меня вот так вот попытаетесь разорвать, я не очень прочно. Разорвать вот так вот стебель мятлика или лист мятлика, это ничего не стоит. Но вы можете неоднократно на него наступать, он все равно будет восстанавливаться в своем исходном положении. Что не скажешь о склеронхиме? Вы попробуете взять стебель какого-нибудь там со склеронхимой и вот так вот его разорвать? Не получится. Но у склеронхимы есть проблема, она недеформируема. Если я, слон здоровый, наступил на кого-нибудь со склеронхимой, он сломается и восстановит свою исходную форму. А вот если я большой слон наступил на травку с большим количеством коленхимы, да, ей не будет приятно, но потом, когда я уйду, она восстанавливает свое исходное положение. Поэтому, изграя с количеством коленхима и склеронхима в стебле, играя на положении коленхима и склеронхима относительно периферии и центра стебля, вы можете обеспечить себе ту прочность, которую вы хотите. То есть ту прочность, которая нужна вам в конкретной ситуации, потому что вы там, не знаю, растение, которое живет там, не знаю, вы сорняк или при дороге вы растете. Вы понимаете, что на вас часто будет кто-то наступать. Значит, вам нужно изменить свою механическую нагрузку. Вы должны, у вас должна быть адекватная, адекватная анатомия под те условия, в которых вы обитаетесь. И вот, играя с коленхимой и склеронхимой, можно получить те результаты, которые вам нужны. Вот, такая вот история. Ой, нет, вот этого вот мы начинать не будем с вами, потому что это надолго, и я вскрою вам мозги точно. Потому что там, когда с вами будет и эволюция проводящих элементов, чем трахида, трахида отличаются из клетки Страсбургера. Короче, мозги я вам вскрою. И сейчас я этого делать точно не буду, потому что уже в 18.31 у вас мозги уже свернулись другие.